Эта лестница ведет к фонду Национальной картины галереи. Собирали его десятилетиями, а лишились в один миг. Ценнейшие работы художников теперь на фотографиях, сделанных во время экспозиции. Что осталось? Небольшое количество картин под слоем сажи, воспоминания, а также вопросы о том, кто виноват и что делать. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня, как и вчера, мы выбираем работы, которые сохранились так или иначе неплохо. Есть работы в очень плохом, ужасном состоянии, где краски вспенились или, так скажем, в таком жухлом состоянии. На четвертом этаже Республиканской библиотеки нам выделили аудиторию Министерства культуры и директор Республиканской библиотеки. Сегодня тоже с утра работали медленно, переставляя внутри реквизитные работы, где они в данный момент в основном хранились. Вытащили на свежий воздух, чтобы они немножко подышали, чтобы они акклиматизировались. И теперь уже после обеда собираемся отправить туда ну, 35-40 где-то, ну, около 40 работ сейчас сегодня отправили. Российский реставратор из разных реставрационных центров, музеев. И надеемся, что там сколько они дни будут работать, мне неизвестно, но в любом случае они поработают, посмотрят, что за болезни, какие характерные особенности этих повреждений, что нужно делать и как это нужно делать. Наверняка они поспособствуют, чтобы, значит, если что-то вылечить, если что-то подправить, если что-то закрепить работы, то есть укрепительные работы, где нужно, и где нужно подреставрировать. Сура Михайлович, я вот смотрю, здесь в основном большие полотна стоят. Да, значит, я должен сказать, что в картинной галерее или в хранилище картинной галереи, где хранились, основной фонд, где мы, значит, держали, ну, там фактически погибло 100%. И следующий фонд, где большие картины, где невозможно было разворачиваться, мы их, как бы, да, вот ставили в отдельное место, в отдельное помещение. И вот пожарные как-то сумели вот задержать огонь до этого помещения. Хотя в этом помещении тоже работы погибли, великолепные работы погибли. Ну, значит, то, что сохранилось, сохранилось. Тут абхазские, армянские, русские художники, их работы. И поэтому, значит, вот то, что смогли спасти на тот день под ливень, под огонь, под дым, то, что смогли, вытащили, вот, благодаря, значит, не знаю, Министерству культуры, театру, руководству театра, вот, директор театра, значит, Локуа, он сам помогал, значит, под ливень, под эту грязь вытаскивать, из рук в руки передавали, как цепочкой. Вот, ну, то, что смогли, вынесли, вытащились под огня. Многие восприняли пожар в фонде Национальной картины галереи как личную трагедию. Вячеслав Чирикба – один из них. Ученый более 30 лет собирает все, что касается жизни и творчества первого абхазского профессионального художника Александра Чачба Шервашидзе. В 1958 году Шервашидзе, несмотря на безденежье, отправил часть картин на свою родину. Ни одна из 300 его работ не сохранилась. Вячеслав Чирикба вспоминает, как дочь художника Биана Александровна обсуждала с ним судьбу архива отца. Теперь он рад, что она не последовала его совету привезти все в Абхазию. Часть наследия художника, чье имя упоминал в своих мемуарах Сальвадор Дали, к счастью, осталась в семье. Мы дружили, я был, считаю, что очень близко общались с дочерью художника Биана Александровна, Русудан, Биана, два имени было, Александровна Шервашидзе, Чачба, прекрасная женщина, аристократка, истинная аристократка, которая пострадала, ее брата родного расстреляли в этом году. То есть это очень такая тяжелая судьба у нее, практически без отца выросла, потому что он эмигрировал тогда. И у нее просто, когда вот скончался ее отец, ему было 101 год, когда он скончался, она приехала, он не дождался до ее приезда, несколько дней до этого он скончался, можете представить, трагедия была, и весь свой архив он сохранял, хотя эти вещи бесценны, это письма, Дягель, Бенуа, но очень многим деятелям культуры он сохранял, чтобы передать его в Сухум, на свою родину. И, кроме того, у него была тяжелая ситуация, у него вторая жена, очень известная деятель культуры была, Бутковская, Наталья Ильинична Бутковская, она заболела раком, и он, чтобы ее спасти, ну, лечить, очень многие работы продал, работы других художников, известнейших художников мировых, он их продал, для того, чтобы, ну, вылечить свою жену, она скончалась, к сожалению, но свои работы он не продавал, он не держал, для того, чтобы передать их на родину. И когда она приехала, в общем-то, в принципе, получилось так, что можно было их перевезти сюда, и архив она привезла, очень ценный, ценнейший архив, который имеет значение не только для Абхазии, но и для России, для культуры российской, ну, и европейской, и мировой, потому что он был фигурой мирового масштаба, у нас таких фигур очень мало, ну, кто, Василий Искандер, там еще несколько человек, может, и все. И поэтому, вот я повторяю, что его талантом восхищался Пабло Пикассо, о нем писал в своих мемуарах Сальведор Дали, он общался с цветом, лучшими, топовыми художниками своего времени. И, в общем-то, вот в своей области театральное искусство, он был также топовым мастером, на уровне Бенуа, Коровина, других, Бакста и так далее, других художников. Но и, естественно, когда вот Бейон Сальвен, она прожила долгую жизнь все-таки, но она ей волновала судьба архива, она думала, вот, какая судьба должна у нее быть, потому что она очень много сама доставала, вот, и передавали, она, пролетала там, ну, собирала архив своего отца, очень долго, долгие годы, кропотливо, тщательно, и мы с ней очень много общались, и лично, и переписывались, у меня большая переписка с ней, вот, и под конец жизни она мне звонила несколько раз, и сказал, Славик, что делать с этим архивом, куда его сдать? Ну, это было еще до войны Грузия, и я говорю, как куда? Да, я думаю, что, естественно, было бы отдать ее в Газбхазский государственный архив на родину, вот, но она все-таки не лишилась, что-то, может, ей подсказало, и так и остался в ее семье. Сейчас он, к счастью, остался в ее семье, к счастью большому. У ее правнушки художника Татьяны, замечательная женщина, любящая своего, вот, наследие своего прадедушки, и вообще понимающая всю значимость всего этого. Работы одного из самых известных сценографов Петербургских императорских театров приобретались на аукционах и в антикварных лавках, говорит Вячеслав Черегба. Однажды в Санкт-Петербурге в антикварном магазине он обнаружил работу Чачба, позже выкупленную правительством республики. Известные соотечественники в США, братья Казанба, приобрели в Париже и передали в дар Абхазии еще одну большую работу художника. И это утрачено. Очень известный коллекционер петербургский подарил Абхазии работу Шавашиза театрального характера, и я привез ее в Петербурге, передал по просьбе Владислава Ардзимба, других людей, привез его сюда. Затем, значит, в Петербурге также я в антикварном магазине увидел большую работу Шавашиза. Они знали, что я заинтересуюсь, они сказали, вот для вас у нас сюрприз, мне сказали. Я был в прошлом году, до этого был, да, сказал, что я вот еще его работаю, и они говорят, ну вот, да, будем иметь в виду, через год я приезжаю, они говорят, у нас для вас сюрприз, вот Шавашиза, большая, красивая, театральная работа, очень красивая, она опубликована в альбоме о его творчестве. И я тогда позвонил, я когда приехал в Абхазию, сразу пошел к Владиславу Григорьевичу, и он срочно попросил Бочу Аджинджа, который в Петербурге был, приобрести ее. Ну, деньги перечислил, естественно. Она была привезена для Абхазии, она тоже была в этой галерее. Затем, значит, вы знаете, еще такие были у нас соотечественники, Яхья и Налказан, это когда они приезжали в Абхазию, США, они во Францию заехали, по нашей просьбе, просьбе Абхазии, они купили свои средства, купили в антикварном магазине, красивый портрет работы Шавашидзе, женский портрет, его тоже уже нет. И, наконец-то, моя коллекция тоже была, я приобрел на аукционе, работавшая в Шавашидзе одну, вот, из-за финансовой трудности пришлось мне с ней расстаться, вот, недавно, буквально, летом, и Аквафон приобрел ее, подарил картинной галереи, и она тоже погибла. 30 лет назад в Москве в частной коллекции нашелся портрет Александра Чачба работы известного художника Владимира Рассинского. Прошлым летом Вячеслав Чарикба за день до аукциона узнал, что выставляется этот холст. Теперь она в собственности республики. Портрет уцелел только потому, что его не успели привезти в Абхазию. Когда была выставка Александра Шавашидзе в Москве в Музее Народа Востока, конец 80-х годов, и там, естественно, была Биана Лесарана, дочь художника, я тоже был там, и многие другие, Боча Аджин все равно был. И мне сообщили, что есть в одной коллекции домашней, ну, семейной коллекции, есть портрет Александра Шавашидзе работы его друга Владимира Рассинского, известный художник был. И мы нашли контакты, и обладательна была дочь художника. Ей было уже под 90 лет тогда, очень прекрасная женщина, которая близко знакома была с Волошиным, с многими деятелями хребного века. И мы Биана Лесарана туда посетили ее и уговорили ее продать Абхазьскому музею этот портрет. Замечательный портрет, маслом, большой холст, красивый такой, живой, еще молодой был, с 2013 года портрет. Ну вот, и... Ну, вообще, она согласилась, и мы договорились, но тогда не получилось. Что-то, то ли с деньгами, я не знаю эту историю, но так все осталось. Я всегда переживал, что мы потеряли такую возможность привезти в Абхазь такой замечательный портрет нашего замечательного художника. И вот в прошлом году, летом, я вдруг опять ни с того ни сего вспомнил, как тогда мы не заметили, получилось, как жалко. Я открыл компьютер, как-то автоматически, по наитику. Набрал в браузере слова, что-то в Ашильзе, российский, аукцион. Нажал Enter, и выскакивает сообщение. Завтра продается этот портрет на аукционе в Москве. Ну, это правда мистик. Я думаю, получил сигнал от то ли от дочери художника, то ли от самого художника. Что-то было, иначе трудно объяснить, почему я решил в эту минуту набрать эти слова. Я, конечно, думал, что делать, завтра уже надо приобретать, если сможем. Я обратился к премьер-министру Александру Александровичу Анквабу. Он сразу понял важность этой покупки для Абхазии и дал распоряжение. Вот, Минфину деньги выделили, я зарегистрировался, участвовал в аукционе и приобрел для Абхазии эту работу. Она зарегистрировалась в Москве, там по разным причинам, и сейчас она, к счастью, не попала в Абхазскую картинную галерею. И она сейчас находится в здании посольства. Абхазия украшает его, и, к счастью, она в безопасности. Так что это вот такая история, ну, с счастливым концом. В разные годы художники, неравнодушные граждане, журналисты обращали внимание на неприемлемые условия хранения фонда картинной галереи. В 1999 году под галерею было выделено полуразрушенное здание по улице Пушкина. За эти годы покрыли крышу. На остальное денег не нашлось. В 2021 году в заброшенном здании художники Абхазии провели выставку, чтобы напомнить о судьбе этого культурного учреждения. В небольших комнатушках в самом центре Сухума на втором этаже ЦВЗ ютился ценнейший фонд изобразительного искусства нашей страны. Более четырех тысяч работ абхазских и зарубежных художников вот так стояли одна на другой, в коридорах, на полу, покрываясь пылью и испытывая температурные перепады. Первый пожар в нацгалерее произошел около 15 лет назад. Тогда повезло, ЧП случилось днем, и огонь вовремя удалось потушить. Это был первый звоночек. Интуиция подсказывала, что нужно срочно предпринимать меры. Эвакуировать этот архив, хотя бы Шивашидзе, это самая ценная часть коллекции была. И его было бы легко складировать, скажем, где-то в национальном банке или в музее абхазском комнату выделить. Можно было, они бы сейчас были бы спасены. Не было сделано. Хотя бы в безопасном месте что-то хранится. Да, не было сделано. Хотя об этой проводке уже говорили, 20-часные. Уже был там пожар, его тушили. Я говорил, что это вопрос времени, когда это произойдет. Это так и было. К сожалению, так получилось. Не было ли у вас таких мыслей, какие-то самые ценные работы перенести в безопасное место? Вот, например, в хранилище Нацбанка. Все то, что вы сказали правильно, но и в Национальном банке условия хранения тоже не соответствуют. Почему? Потому что климатические условия совершенно другие. Потом у нас был штатный реставратор, который время от времени он должен был рассматривать. Он мне эту работу смотрел. Почему? Потому что холсты, бумаги, листы и так далее, они, значит, сегодня мы не видим повреждения. А вот через месяц эти повреждения могут появиться из, скажем, таких микроскопических частиц, болезнетворных микробов, которые обычно сопутствуют в музеях. В этом плане, значит, доступ, как вы понимаете, в хранилищах этих ограничено специалисту. Что касается в том большом музее, возможно и там, но где гарантия, что тот музей более безопасный? Там ведь тоже деревянные перекрытия, первые этажи, вторые этажи, не межэтажные перекрытия, они, как бы, они не изолированы, они не залиты цементным этим раствором. Поэтому нигде безопасности нет, чтобы вы знали. У нас ведь тоже как-то относительно было безопасно, только вот чердак, конечно, это деревянное, это дореволюционное. Значит, и скорее всего именно из-за того, что этим балкам, этим доскам, им было более чем 100 лет, потому что это конца 19 века, или, во всяком случае, перед революцией возведенное здание построено, в советское время местами, да, отремонтировали, штукатурку сделали, но даже сохраняли штукатурки 19 века, чтобы вы знали. Ну вот, как вы видите, значит, это рыхлое дерево уже под своего возраста, и огонь, конечно, достаточно быстро, как спичка, могло загореться и загорелось. Коллекция галереи насчитывала более 4 тысяч экспонатов. Почему не называется точное количество, объяснил директор галереи Сурам Сакани. Когда на одном листе два портрета, как их считать? Правда же? На одном листе бумажном два рисунка. Значит, это как один рисунок, это один лист. А если его отдельно разрезать, то будет как бы, да, вот две картины. Вот Чачбаширвашидзе, когда из Грузии поступало, вот насколько точно я помню, 226 работ. Потом, значит, у нас оно получилось 228. А когда нужно было экспонировать, как мы увидели, что некоторые наброски, некоторые, скажем, эскизы на разворотах, на этих самостоятельных художественных единицах. И поэтому теперь мы можем говорить, что около 300. Но на самом-то деле, как вы понимаете, мы из Грузии получили 226-228 работ. Это до войны же, да, было? Это до войны, еще в 80-е годы. Да, да, да. Когда была выставка первая Ширвашидзе Чачба тогда? И эти работы здесь остались? Эти работы здесь остались. Дело в том, что его дочка еще была жива, она работала в картинной галереи. Тогда картина-галерея был филиалом основного музея нашего. Вот и она и добилась, конечно, и правительство наше добивалось, и они добились, во-первых, перезахоронения, и, во-вторых, значит, часть работы были переданы сюда. Вообще хорошо, что все работы не передали. Значит, кто знает, что может предстоить, да, в будущем, но хоть там сохраняется какая-то работа. Художники объясняют, живописные полотна особенно чувствительны к воздействию окружающей среды. Их нужно хранить в защищенном от света месте, с соблюдением температурного режима, в условиях низкой влажности. При отсутствии всего этого возникает вопрос, зачем приобретались новые экспонаты? Приобретать нельзя было, раз государство выделяет какую-то сумму, то работу мы приобретали, безусловно. Во-вторых, должен сказать, что официально от государства мы в прошлом году купили работу, значит, Варвары Дмитриевны Бувновой. А и в прошлом году, значит, нам подарили аквафон, работу Чачева Шервашидзе, обнаженная, там разные названия, но обнаженная, приобретенная у гражданина Абхазии Чирыгба. А он в свое время приобрел его, по-моему, в Голландии или где-то там. Во всяком случае, сертификат был приложен. Вот так вот. То есть какие-то вещи, предметы, которые приобретались, приобретались за счет государства. Конечно, были такие моменты, когда художники изъявляли желание подарить. Мы не могли и не можем отказываться от этих подарков. Я знаю, значит, не то, что знаю, я соучастник. Мы были на конференции в Узовске, и когда мы, значит, бросили клич вот для Абхазской галереи, нам нужно, значит, художественное произведение современных российских художников. 38 работ, если помню, 38 работ они привезли через год. И еще больше могли бы провозить, если бы у нас было место хранения, место, куда бы складировать. Значит, с Северного Кавказа, вот Сримов такой известный художник. У него была выставка здесь, когда попросили разрешения в Министерстве культуры приобрести его работы. Потому что интересный художник, своеобразный художник, Министерство дало нам добро. Дело в том, что деньги абхазские для зарубежных художников немножко... Там свои специфики, да, траты, и поэтому мы не могли тратить. Ну, разрешение мы получили. Когда к нему обратились, он сказал, как я могу вам продать эти работы? Две я вам подарю, и он нам подарил. И более графических работ, сейчас 12 или 16 работ, выполненных его рукой, значит, тоже он подарил. То есть вот такие вещи бывают, такие, значит, моменты достаточно частны. Я бы, значит, сказал бы, за послевоенное время, если государство приобрело 100 работ, то более 200 работ, наверняка, я примерно сейчас говорю, более 200 работ наверняка мы сами за счет наших прос, за счет доброты художников получили дополнение к нашим коллекциям. Но, к сожалению, которые мы не смогли сохранить. Теперь я жалею, что я у них выпрашивал эти работы. А что с другими знаковыми объектами культурного наследия? В капитальном ремонте нуждается здание Абиги, а также двухэтажный дом-музей Дмитрия Гулия. Его первый этаж был отремонтирован в 2021 году. В этот юбилейный год писателя запланирован капитальный ремонт второго этажа. Директор музея Светлана Курса рассказала, что делается для сохранения наследия Гулия и дома-музея. Мы делаем все для того, чтобы как-то себя обезопасить. Это то, что вот эти перепады, допустим, электричество и так далее. Когда нас здесь нету, мы вырубаем полностью дом от электричества. То есть если мы уходим с работы, то мы вырубаем весь свет, у нас нет электричества. Хотя бы уж как-то вот так вот себя обезопасить. Но в настоящее время, ну, может быть, в связи с тем, что произошла катастрофа с хранилищем картинной галереи, я думаю, что это тоже вызвало тревогу во всех нас, конечно. Мы-то тревожились все время, но с другой стороны, как-то более активизировались наши какие-то усилия. Усилия. Вот только-только вот несколько дней назад у нас были из УКСа, пришли вместе с людьми, которые определяют там пожаросигнализацию. Вот мы сейчас будем ставить новую сигнализацию. Когда-то она была, но вы знаете, как у нас. У нас все портится из-за того, что у нас со светом, в общем-то, нестабильно. В 21-м году на первом этаже мы по инициативе нашей, но благодаря, все-таки, надо сказать, премьер-министру, вот лично, на первом этаже мы сделали ремонт, частичный, конечно. Это не капитальный, потому что есть еще второй этаж, потому что первый этаж был в очень плохом состоянии. А сейчас у нас идет, вот уже обмеры все сделаны, вот мы начинаем ремонт, скорее всего, это будет после февраля, когда уже смету делаю, сделана уже даже смета. Сейчас высчитывают там, что и как, с чего. Вот и мы начинаем ремонт второго этажа и, соответственно, новой проводки. В доме музея хранятся уникальные для культуры Абхазии документы и различные экспонаты. Сотрудники музея долгие годы ждут капремонта. После установки систем противопожарной безопасности сигнализации и вентиляции им будет гораздо спокойнее. Начиная с 2016 года мы совместно с Министерством культуры постоянно добивались, чтобы нас поставили на ремонт. Мы уже в 2016 году по моей инициативе, ну не моей, а по инициативе сотрудников музея, была здесь организована комиссия, составлен акт, который подписали 11 ответственных людей о том, что здесь нужен обязательно ремонт, и здесь все нужно, вот и пожаробезопасность, и все что угодно. Там все подписались, что такое это нужно. Ну, вы понимаете, мы сейчас в 2024 году. В 2017 нас поставили якобы на какой-то там план, в какой-то план. План не осуществился, почему-то нас, ну не получилось, нас выкинули. Так, вот так это продолжалось. И только в 2021 году мы сумели, я как говорю, леды тронуться. Должны быть созданы условия для работы. Сотрудники должны здесь работать, не просто сидеть, как сторожевые псы, охранять. Ведь здесь ведется исследовательская работа, здесь ведется экскурсионная работа, здесь ведется работа по замене. Мы постоянно что-то обновляем, что-то меняем, какие-то экспозиции делаем. Мы делаем выставки. Выставки я не имею в виду, большие выставки там в других местах. У себя внутри это мини-выставки, но их же надо делать, их же надо собирать. И мы делаем какие-то работы, которые проводим, исследовательские работы. Но здесь надо сидеть и работать. А для того, чтобы здесь сидеть и работать, должны быть условия. От того, что мы, допустим, сейчас вырубаем, когда уходим свет, и включаем, когда начинаем работать на следующий день, у нас на самом деле как в могильнике. Все настолько холодно здесь, что мы... А потом должен быть же температурный режим тоже, да, определенный для экспонатов? Об этом, если говорить, здесь, конечно, должен быть микроклимат для этих экспонатов. Но это уже, конечно, это совершенно другое. Для этого нужна быть одинаковая температура и зимой, и летом. То, чего не можем мы добиться. Мы не в силах этого добиться. Единственное, что я могу сделать, я могу постараться, вот как-то пытаться это все сохранить. Мы не имеем права не сохранить этот дом, хотя бы потому, что даже во время войны он уцелел. Здесь есть документы уникальные. Их нет нигде, потому что у нас госархив был сожжен, здание обни было сожжено, здание было сожжено, и у нас остались документы, так как дом сохранился, остались очень уникальные документы, совершенно вообще неповторимые. И поэтому я считаю, что наш долг сохранить это для наших потомков. Уцелевшие после пожара картины, а их примерно 150, были складированы в реквизитном цехе Абхазского драмтеатра. После описи их отвезут на хранение в главную библиотеку страны. По поручению министра культуры России Ольги Любимовой в Абхазию приехала группа специалистов-реставраторов. Восстановление картин – процесс долгий, кропотливый и весьма затратный. Это работа, по-моему, габеля. Видите, да? От жары, от воды, как она вспенилась, она вот отсыпается. Вот там, значит, осып. Там лежит. Тоже повреждение, которое вы, когда выносили, наверняка. Ну, так вот. Обгорелые листы. Это работы больше позднее советского периода, да? Середины 20 века. Вот. Несколько листов, значит, бубновских работ графических, они, ну, как-то нашлись, сохранились. Я думаю, что бубновские работы у нас в Абхазии, они еще есть. Может быть, подорят, может быть, купят. Каким-то таким образом. Памятник архитектуры, в котором располагался фонд картина-галереи, банк и ЦВЗ Союза художников Абхазии тоже пострадал. Здание в стиле модерн по проекту архитектора Альфреда Боме было построено в начале 19 века и принадлежало Сухумскому отделению Азовско-Донского коммерческого банка. Данное здание было выстроено в 1912 году в популярном тогда архитектурном стиле модерн, строилось по заказу местного промышленника Христофора Самуриди. Так как у Самуриди было множество имений в городе, то по окончанию строительства он передал здание для эксплуатации Азовско-Донским коммерческим банкам. На Фризе, кстати говоря, данного памятника художником-декоратором Пегитом было выполнено панно в побережье Сухумской бухты. В 1989 году впервые здание было взято под охрану. Тогда еще Сухогорисполком был включен в первый перечень охраняемых объектов истории культуры. Впоследствии в 1998 году он попал уже в первый список объектов истории культурного наследия Абхазии. И в 2015 году уже в общий список объектов истории культурного наследия. Специалистами проводится техническое обследование строительных конструкций здания. По предварительным данным оно подлежит восстановлению. Другое дело, что безвозвратно были утеряны ценности, вижимые ценности наследия, которые хранились в национальной картинной галереи. В отличие от этого, конечно, судьба памятника достаточно в неплохом состоянии. Надежды есть. Фундамент не пострадал? Что вам известно? Нет. Конструктивная часть здания, в целом, она и так была в хорошем состоянии, поэтому не думаю, что будут большие проблемы с конструктивом. Есть какие-то вопросы к межэтажным перекрытиям. Они не в очень хорошем состоянии, но это, опять-таки, предмет экспертизы, и по итогам экспертизы будет ясно, что с этой частью конструктива делать. Ужасы, которые можно было предотвратить, знали, все знали, что такая ситуация, ну, те, кто знакомы были с галереей, такая ситуация, ничего не было сделано. Можно было сделать, не было сделано, довели ситуации до краха. Это национальная трагедия, которая, ну, не знаю, с чем сравнима. Наверное, по значимости с сожжением Абхазского государственного архива, врагами, которые целенаправленно сожгли его. А здесь причина другая же, наше равнодушие и наша халатность, отсутствие ответственности. Вот три вещи привели к трагедии национального масштаба. Сейчас не будем назвать имена, потому что, когда всякая безответственность имеет имена, конечно же, но все знают, кто мог бы здесь вот это сделать, ничего не сделал. Но теперь уже, конечно же, поздно что-то говорить. Значит, вот такая ситуация. Ну вот и поэтому, я думаю, что, к счастью, архив Шавашидзе сохранился. Он в целом сохранности хранится в семье художника и пусть там будет. Сейчас меня умерла вместе с картинами. Потому что я настолько был связан с семьей художника, с его внуком, его демосфеном, замечательным человеком, который недавно скончался в возрасте 80 с чем-то лет от ковида, который очень много сделал для сохранения архива своей мамы, дедушке мамы, чтобы все это сохранилось, передано было дочери. Очень много материалов тоже собирал. Мы с ним в Париже были, кстати, вместе общались с ним, ходили в кладбище Сен-Зенео-Дубуан, где русские иммигранты похоронены, нашли могилу Кшесинской и Еврейного и других больших, и Мэри Шавашидзе, кстати, Чепатет тоже был сожжен в этой галерее. Он тоже ушел. И просто, может быть, даже и утешение, что они не увидели этого пожара, это ужас. А мы это все видим, и приходится нам это все переносить, к сожалению. Но что делать дальше, я не знаю. Я думаю, что надо прежде всего сделать полноценную галерею, полноценную художественную галерею с температурным режимом, хранилищем, с операционной мастерской, с кадрами, которые могут все содержать, с ответственным кадром, которые будут душной, душой, сердцем болеть за то, что там хранится, и, может быть, воссоздать какую-то коллекцию. Но это будет трудно, потому что на рынке мировом его очень мало, очень редко, редко, если вы решите. Иногда бывают какие-то эскизы появляются, иногда какие-то аукционы, распродажи. В том, что произошло с хранилищем картинной галереи, знать это, конечно, без содрогания, очень сложно говорить, я считаю, что виноваты мы все. Я считаю, что это наша беспечность, это наша, вот это, понимаете, философия авось, это не произойдет, ничего. Ну, гореть может все что угодно. И рукописи горят, и полотна горят, если их не обезопасить. Но от пожара, от огня и воды никто не застрахован. Главное, вот постараться сделать все возможное для того, чтобы, конечно, если бы даже стояла картинная галерея, может быть, и там мог произойти пожар. Но, наверное, хранилище было бы как-то устроено так, чтобы там больше было бы безопасности. Нужно, чтобы построили это здание, нужно создать условия для хранения и начать собирать. Начать собирать, потому что потихонечку, в конце концов, когда-то в 60-е годы, когда начинали, вот тоже начинали с нуля и тоже собирали потихонечку. Вот наверняка и все, я считаю, что мы все должны в этом помочь. Это дело не только художников. Вот я хочу, чтобы все поняли, это дело наше, общее. Ходить по зданию небезопасно. Нависшие балки и кровля могут рухнуть в любой момент. Отчетливый запах гари сохраняется до сих пор. В этих условиях сотрудники прокуратуры и МЧС занимаются сбором материалов, чтобы установить причины возгорания, сумму ущерба, а потом и тех, кто несет ответственность за утрату культурного наследия в мирное время. Общество ждет объективного расследования, что даст силы не опустить руки, двигаться дальше и с надеждой, что будет построена современная картина-галерея, начать восстанавливать фонд. Субтитры создавал DimaTorzok